Как делишка, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего седьмого сезона с модом Пиксельмон, конечно же, в Майнкрафте. Ребята, к большому сожалению, вчера мы не смогли набрать 2500 лайков на предыдущей серии, поэтому новая серия сегодня не должна была выйти. Но всё же, ребята, я сегодня пришёл домой и увидел то, что мы смогли набрать 2700 лайков только сегодня, и поэтому, ребята, я всех люблю, вы мои подписчики, поэтому я всё же решил выпустить новую серию сегодня и не пропускать один день без Пиксельмона. Поэтому, ребята, эта серия специальная для вас, наплевать на то, что так поздно, всё же она, ребята, вышла сегодня. Если вы хотите видеть новую серию завтра, ребята, вы знаете, что делать. Если мы сможем брать 2500 лайков сейчас, за вечер, за ночь и даже за завтрашнее утро, то завтра вечером я выложу ещё одну новую серию, ребята. Хотите вы новую серию или нет, зависит только от вас, решайте. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый мой подписчик для меня друг. И я буду рад, ребята, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков, честное слово. Также, ребята, можете рассказать про это видео своим друзьям, поделиться, я также буду этому очень рад. Да, ребята, и, в принципе, как я уже действительно говорил, то если вы хотите новой серии Пиксельмон каждый день, то вы знаете, что делать. Потому что, ребята, каждая серия, новая серия Пиксельмон может выходить каждый день. Нам просто нужно набирать 2500 лайков на каждой новой серии Пиксельмона, чтобы она выходила каждый день, из дня в день. Поэтому, ребята, действительно, решайте вы. И знаете, что я хотел вам сказать? Завтра в 3 часа дня по Москве и по Украине у меня на Твиче будет стрим. Там мы также будем играть в Пиксельмон, будем играть в КСГО, будем играть в Крэйзи Крафт, будем играть у меня на сервере, где я буду играть с подписчиками в мини-игры. Поэтому, ребята, приходите. Я завтра всех вас буду ждать. Честное слово, ссылочка на Твич-канал в описании. Я всех вас там буду ждать. А сейчас, ребята, мы, в принципе, что мы будем делать в этой серии? Что мы сейчас будем делать? Я пока что не знаю, но мы же прокачали Чармиллиона. Да, ребята, мы же его прокачали, поэтому сейчас он у нас уже 16 уровень. Да, ребята. И, в принципе, нам сейчас нужно уже задумываться о следующих покемонах. Каких покемонов нам нужно ловить? И, в первую очередь, нам, конечно же, нужно найти апреконы для того, чтобы сажать их, выращивать и, конечно же, с их помощью делать покебоны для того, чтобы ловить новых покемонов. Поэтому, ребята, наверное, мы этим и займемся. Поэтому, ребята, сейчас мы и отправимся в путешествие с нашим Чармиллионом. И куда мы отправимся, ребята? В какую сторону мы еще не ходили? Тут у нас есть пустыня, тут у нас есть саванна, тут у нас равнина, а тут, как я вижу, уже виднеются горы. Поэтому, как вы, ребята, думаете, куда мы сходим? В горы, в пустыню или побудем на равнине или все же пойдем в саванну? У меня есть такое ощущение, что нам лучше всего сходить в саванну. Вы меня спросите, почему? А потому что там есть, я не скажу, что там очень сильные покемоны, и это как раз нам на руку. Дайте я немного вот так подниму. Это нам как раз на руку, потому что Чармиллион у нас только 16 уровень. А там покемоны как раз где-то таких 20 уровней. И поэтому, ребята, мы очень и очень и очень хорошенько сможем на них прокачаться. Если, ребята, мы поторопимся, то таким образом мы сможем уже эволюционировать нашего Чармиллиона, Чаризарда на 36 уровне. Если мы, конечно, ребята, очень постараемся. Нифига себе, какая там шахтенка. Нужно будет туда однажды сходить, и я, ребята, наверное, все же туда и схожу. И знаете что, ребята? Вот я уже заметил то, что многие меня просили выложить сборку этого сезона. Но, ребята, сборка еще не наделанная. То есть она не полностью уиграбельная. На ней есть еще немного лагов, багов. Поэтому, ребята, мне нужно ее доделать до конца. И знаете что? Чтобы для вас была какая-то мотивация, и для меня срочнее нужно было выпустить вот эту сборку. Поэтому, ребята, если мы сможем набрать на видео 2500 лайков, чтобы вышла новая серия. А 3000 лайков, чтобы вышла новая серия, и на новой серии вышла сборка. Я, ребята, действительно для вас постараюсь, если вы, конечно, только хотите сборку. Если вы ее хотите, я смогу, ребята, ее для вас выпустить. Поэтому задумайтесь, нужно вам это или нет. Как хотите, ребята. Я просто вам сделал предложение, я не настаиваю. И, в принципе, сейчас, ребята, вот я вижу то, что тут есть саванна, только тут горы, горы, горы. А я так не люблю горы, подниматься на вот эти горы, такие громадные. И плохо то, что у нас даже нету никакого летающего покемона, с помощью которого мы бы смогли забраться. Это очень плохо. Но все же, ребята, знаете, что мы сможем найти в горах, если нам очень повезет? Мы сможем найти спавнер Молтреса, то есть алтарь Молтреса. Кто не знает, то алтарь Молтреса спавнится высоко в горах в саванне. То есть не в обычных горах, а в горах в саванне. И где мы сейчас находимся? А если бы я помнил, если бы я видел, где мы сейчас находимся, саванна Платео. Нифига себе. Ох ты языкатый. Языкатый, языкатый. Что он там языком? Или что он там горит? Ох ты ж нафиг. Не бей нас. Если мы сможем убить этого 31 уровня, я прям офигею. Пожалуйста. Я знаю то, что ты любишь гореть. Я тоже так люблю горить. Я много раз так могу повторить. Давай, ребята, держим кулаки. Держим кураки Офигеть, да Да, два уровня с одного покемона Может, ух ты ж, нифига себе Какая красивая гора, ребята Какая красивая гора А еще, а может нам-то Знаете что, ребята, знаете что Вот смотрите Не забываем в каждой серии писать Хэштег, я за королевство покемонов Потому что, ребята, я буду тут делать Королевство покемонов И тут как раз огромная такая горища Как вы смотрите на ту идею Чтобы мы на вот этой огромной горе Сделали сторожевую башню Чтобы она наблюдала отсюда За всем, что происходит тут в округе И так же, чтобы с нее было видно Наш большой, я не знаю Большой королевство Если у нас, конечно, получится его сделать Ребята, как вы на это смотрите Мне кажется, что действительно будет очень круто Потому что с этой большой горы Если мы там построим еще какую-то большую Сторожевую башню Смотрительную, да То мы сможем даже смотреть на вот эту деревню Ребята, как вы заметили У меня на этой карте Офигеть, как много деревней Вот тут одна Вот тут, ребята, одна Вот тут две сразу заспанились Вот тут в пустыне одна Да еще и вот тут одна У меня какой-то вот этот Не знаю, не сезон Майнкрафта Не сезон Пиксельмонов А просто вот этот мир какой-то Создался Создался прям Офигеть Со Сколькомя Деревнями Деревнями И это просто офигеть как круто Потому что, ребята, смотри, что мы тут везде можем найти Смотри, что мы тут везде можем найти И я даже обсидиан заберу И даже Ну, нужно ли нам конская бронь, ребята? Я ее заберу просто-напросто Чтобы мне не писали там Элисон, почему ты не забрал? И еще, в принципе, сюда нужно будет вернуться Потом Хавчик Одолжить, да Одолжить Да Вы поняли, что я имею ввиду Под словом одолжить Поэтому, ребята, да Знаете что, давайте мы быстренько даже заглянем вот сюда Вылечимся Хоть, в принципе, нам не нужно Очень много вылечиться Но все же, мне кажется, это будет полезно Сейчас, ребята, мы по пути будем искать покемонов Мы, в принципе, хотели пойти в саванну Но, как видите, саванна у нас не очень большая попалась Но все же мы можем сейчас туда завернуть И она там еще будет Поэтому, ребята, наверное, мы в эту сторону сейчас туда и пойдем А помимо того, что мы будем сейчас ходить И искать нужных нам покемонов Чтобы мы смогли прокачаться Конечно же Мы также, ребята, будем искать апреконы Вот тут в саванне Если нам, конечно, повезет Если мы, конечно, сможем найти нужные нам апреконы Потому что нам нужны сейчас Ну, красные нужны, синие нужны, желтые нужны В принципе, нужны те, с помощью которых мы можем действительно делать крутые покеболы А не всякие, лишь бы сделать А поэтому, ребята, нам действительно нужно искать Более-менее такие крутые апреконы Это очень будет сложновато Потому что, ребята Что-то я тут никакой саванны не вижу У нас вот эти два кубика не прогенерировались Поэтому, ребята, наверное, мы сейчас пойдем туда, в ту сторону И будем надеяться То, что мы там или кого-то встретим Или что-то найдем Да Или, ребята, может у нас даже кто-то А хотят почему Если у нас кто-то заспавится Даже если у нас кто-то заспавится То вряд ли я его смогу словить Поэтому лучше не спавимся Лучше пока что не спавимся Потому что если у нас заспавится кто-то другой Другой, как я хотел сказать Опа! Крутой! Ааа, не попал Не попал, а так хотел попасть Ну, в принципе, Чармиллион Уже неплохо Согласись то, что уже неплохо То, что мы в этой серии прокачали ему уже два уровня Тем самым убив языкатого покемона Конечно же, ребята, это было очень круто И сейчас мы потопаем сюда Сейчас мы потопаем сюда В прошлой серии я, ребята, устраивал голосование Вы можете до сих пор в нем участвовать То есть, какого вы хотите видеть следующего покемона Чтобы я его словил То есть, кого вы хотите видеть моим следующим покемоном Если вы хотите видеть какого-то водного, допустим Да, предположение Если вы хотите видеть водного покемона То так в комментарии пишите Я хочу видеть водного покемона То есть, я хочу, чтобы следующий покемон был водным И пишите свои предположения, кто бы это был Если, допустим, водный, то может быть там Сквиртл, да, или Маткип, или еще кто-то Вы можете, ребята, давать мне свои предположения То есть никогда, никогда не ленитесь И что самое главное, ребята, никогда не стесняйтесь писать в комментарии Потому что я читаю все ваши комментарии, действительно все Я, может, на все не отвечаю, ну, потому что просто иногда сил не хватает на все комментарии отвечать Но все же, ребята, я читаю все ваши комментарии И я смотрю на ваше мнение и смотрю, что вы мне, ребята, пишете. Ещё одна деревня или это та же? Нет, ещё одна деревня. Я говорю, ребята, у меня заспамился прям какой-то мир с кучами деревней. С кучами деревней. С кучами. Это просто офигеть. Ребята, вам нужен этот мир? Чтобы я вам сказал вот этот ID этого мира. Потому что это офигеть как круто. Столько нафиг деревней вокруг. Вокруг спавна, где мы очутились. Столько деревней, что это просто можно сойти с ума. А кузницы у нас тут нету. К сожалению, нету. Здрасте, вы куда? Подглядывал? А тебя спалили. Спалили, чудак. Видите, ребят, вон там в окошко так подглядывал. А потом вот эта чувиха его запалила и сразу же выбежала с дома. Нехорошо подглядывать, ребята. Нехорошо подглядывать. Но я что-то вообще никого не вижу в этих... Ни пустынях, ни вот этих саванах. Что-то вообще никаких покемонов нету, как я заметил. Мне кажется, в новых версиях, пока я не обновлял свой сезон покемона, то вышло уже очень много новых версий. И как я вижу, в новых версиях они что-то намудрили, что-то начудили. Потому что в воде спавнится прям офигеть, какое большое количество покемонов. То есть вы видите, сколько в воде покемонов. Посмотрите просто на карту, ребята. Вы сразу там увидите. А на равнине я вообще никого не вижу. Ни единого покемона нету на равнине. Где они нафиг все бегают? Где они? Двадцать третий! Двадцать третий! Да! Двадцать третий! Главное его сейчас убить. Да! Ещё раз! Ещё раз! Да! Замечательно! Выпало... Чтобы выкинуть... Чтобы выкинуть вот это. Три рыбки! Пригодится, ребята, пригодится. У-у-у-у! Вот! Чуть не начал подыхать. Задыхаться. Поэтому, ребята, три рыбки это круто. И чермилин уже девятнадцатый уровень. Девятнадцатый. Нужно что-то покруче себе по поводу хапчиков. О, это так быстро ночь наступает? Или это дождь? Это дождь, ребята. Это не ночь. Как же нафиг? Офигеть. Мне кажется, это какой-то хоррор-фильм, что ли. Вам это ничего не напоминает? У меня прям мурашки по коже пошли. Какой-то туман нереально. Этот текстурпак меня... Не текстурпак, а шейдеры меня вообще поражают, если честно. Я бы их выключал, но в новых версиях это очень проблематично. Я там что-то на карте вижу. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа нашли в четвертой серии нашего седьмого сезона пиксель мон вы поняли что мы нашли офигеть а фигеть ребята а фигеть вы поняли что мы нашли вот в эту туманную погоду это алтарь это алтарь завдоса о том о чем я говорил на начале этой серии с этого алтаря мы сможем заспавнить нашу первую легендарную птицу в этом сезоне это электрическая легендарная птица которая называется завдос офигеть сейчас нам нужно найти орб офигеть это вообще ночь вот это уже реально в хоррор какой-то фильм офигеть отдать а у меня есть факел у меня же должны быть факелы должны быть но нету поэтому сейчас нам нужно их скрафтить ребята хотя бы несколько потому что сейчас у нас кто-то нападет тут какой-то херобрит посередине ночи так поставим вот сюда поставим вот сюда вот сюда и вот сюда по кругу и мне кажется уже уже хотя бы немного светлее стало да поэтому ребята нам нужно найти орб найти где-то да или его выбить да то есть с босса если бы конечно босса сможем найти в этом сезоне потому что я не знаю какой шанс спавна а босса в этом сезоне и ребята офигеть просто офигеть и нам нужно будет прокачать вот этот орб с помощью электрического камня электрический камень мы сможем скрафтить находя его частицы в в горах то есть они будут находиться в горах вот горы вот тут в этих горах они будут находиться частицы электрического камня которые нам нужно будет ходить и добывать да ребята поэтому если мы сможем найти орб то это будет наш первый легендарный покемон и тут нам уже нужно поставить вейпоинт ребята вот тут уже нужно поставить вейпоинт а где вот зап-зап-дос и нужно поставить желтый цвет потому что он же электрический покемон да да ребята как нам повезло это четвертая серия мы уже нашли алтарь кто не смотрел пиксель монту принципе ребята он сейчас вообще не имеет никакого предположения что это такое я ребята тут еще одну деревню видео вижу вот видите офигеть вот этот мир он просто сплошная генерация деревьев это жопа просто в хорошем смысле слова хорошем смысле слова но ребята знаете что мы будем заканчивать на этом вот эту серию я очень рад если вы досмотрели ее до конца я также очень рад то что мы нашли первый наш алтарь легендарного покемона уже в четвертой серии ребята если вы хотите видеть легендарного покемона как можно быстрее если вы хотите видеть новую серию пиксель моно завтра ребята вы знаете что делать 2500 лайков завтра выходит новая серия я вам обещаю. 3000 лайков, завтра выходит новая серия, я вам обещаю, и завтра выходит сборка, я вам также обещаю. Поэтому, ребята, не леньтесь, ставьте лайки, я буду очень сильно этому рад. Да, честное слово. Вот прям честное слово. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Также можете поделиться этим видео со своими друзьями, сделать репосты, написать ВКонтакте на свою стенку, я также, ребята, буду этому очень сильно рад. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, приходите завтра на мой стрим, как я уже сказал, где он будет, и также приходите на мой канал смотреть новые видео, потому что видео выходит каждый день. Ребята, еще раз вам большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.